всем привет давно не виделись не слышались дела были у меня они сейчас есть просто обещал снять обзор сегодня представлю вашему вниманию такой нож это отечественный производитель компания саро нож называется стриж next клинок из стали lmax 1 плашка карбоновая вторая стальная замок фрейм лог это у нас лимитка 8 нож из 30 мой никнейм и логотип knife and beauty эта группа вконтакте такая в которой я состою админом видим прямые спуски от обуха шпенек здоровенную тупую часть голами плавничок осевой винт выполнен в виде креста эта идея неплохая даже хорошая я бы сказал можно откручивать обычной монеткой за эти два винта бэкспейсера нет клипса еще сразу по недостаткам пойдем вроде как производитель посмотрит это видео поэтому как бы буду с ним монолог вести первое что меня вот в этом ноже поразило зачем делать травление на стали lmax это раз может быть пытались неопрятный финиш спрятать вот так хорошо видно на кончик это следы от грубой ленты гриндера с этой стороны тоже видно потом затачивали вот видно вот эту блестящую полоску вдоль режущей кромки вдоль подвода вот так хорошо видно с другой стороны то же самое это после отравления после заточки пасты прошлись заусенец убирали сами подводы здесь вот напрашивается дулька здесь вот напрашивается вообще режущая кромка вот до самого плавника вот это тут не вообще не надо и шпенек тут не нужен потому что он не рабочий по большому счету вот меня еще более-менее можно за шпенек вот так открывать у других людей вот так вот делать больно даже у меня больно вот я несколько раз вот так щелкну остается следы на пальце он врезается потому что он острый он цепкий без разговоров он цепки но он блин грани вот эти вот у шпенька очень острые он тут вообще не к месту не нужен он здесь он портит всю картину дальше толщина обуха у нас 2,9 миллиметра сам ножичку вообще как ну резачок такой хороший длина клинка у него полная длина 90 миллиметров потерял мысль а про сведение хотел сказать сведен нож от 0,5 до 0,6 при 2,9 толщине мне кажется это как-то не очень это все его резачьи качество сразу же пропадают сводить его надо тоньше было вот мое личное мнение у ножа есть одно неоспоримое преимущество ни один плюс который возможно многим очень много минусов перекроет это его цена именно в такой комплектации с элмаксом с карбоном нож стоит в розницу что-то там около четырех четыре четырех с половиной тысяч рублей вполне так подъемно а который в более более бедные комплектации тот еще дешевле дальше вот это вот плашечка ну к ней у меня пока вопросов не было тут сделано все мне кажется правильно плюс вот этот вот финиш фирменный забыл как называется неважно карбон на карбоне полно пузырей если на торце смотреть такой себе по качеству карбон не самый лучший вот это вот 3d обработка мне кажется она тут лишнее совсем сделали бы прямую плашку без вот этого безо всего рукоятка очень тонкая и как бы может быть не стоило наверно потому что вот это вот все вгрызается в пальцы острый довольно карбон острый край понятно что это резачок но блин не знаю мне кажется прямая плашечка да и проще было бы сняли бы такую аккуратненькую фасочку по краю смотрелось бы это симпатично вполне ну и под пальцевую выемку еще бы там немножечко сточили и все этого было бы достаточно чем вот эти вот изыски непонятные дальше клипса первых она очень мягкая во вторых смотрите насколько она отступает от плашки она должна быть к ней прижата она вон как торчит такой клипсе не будет держаться ничего вернее нож не будет держаться на такой клипсе попробую это исправить так следующий клинок не по центру ребят вы делали лимитки вы знали что вы будете их отправлять в группу в нажиманскую вы знали что там есть опытные искушенные нажиманы вы знали о том что я видео снимаю и все равно как-то халатно отнеслись могли себе сделать хорошую рекламу а в итоге сделали не хорошую рекламу ладно давайте будем разбирать наш с инструментом я вас чуть-чуть обманул использовал торкс т10 и 5 рублевую монету клипса держится на тех же винтах что и сам корпус имеет вот такую форму глубокая тоненькая мягкая и вроде бы подогнул должно быть лучше также подвергалась травление вот царапина есть неприятная корпусные банки не магнитятся возможно это алюминий винты что тоже не хотят такие вот длинные конструкция мне нравится вот если честно когда вот одним винтом насквозь через одну плашку через бонку имя же клипсу это хорошо минимизирует количество деталей металлическая плашка с фреймом посадочное место под клипсу замок фрейм лог прослабление с этой стороны стальной шарик отверстие под подшипник и отверстие под стопорную бонку но тут все сделано хорошо вот к этой детали у меня особых претензий нет посмотрим как она будет в процессе эксплуатации себя вести клипс остается только на одну сторону карбончик стопорную бонку не стал выковыривать она там плотно сидит чтобы не разбивать карбон вот так он выглядит с изнанки торец с пузырями но очень тонко ребят но зачем ну сделайте его его потолще чуть-чуть вот в этом месте есть еще дефект неприятный отверстие под винты и под осевой сюда она складывается шайба подкладка под подшипник чтобы подшипник не бегал по карбончику вот она стальная шайбочка с канавкой под шарики подшипники латунная обойма стальные шарики маленькие скорее всего куплены у китайцев но это мое предположение я на сто процентов не знаю осевой винт тут вот лызка у нас присутствует сюда обратите внимание если шляпа вот этого винта выполнена еще более-менее нормально как бы если не придираться то здесь у нас заусенцы на них прям палец цепляется что нельзя было пару раз ее по наждачке вот так провести убрать это вот это вот безалаберное отношение мне кажется к своему делу сам клиночек максимально легкий вот видим букву ш либо букву е кому как больше нравится и она у нас выходит получается в проточку под подшипник это скорее всего сделано но у меня два варианта что это такое либо она отводит смазку лишнюю либо это потом снять какие напряжения там я не знаю все пройти напряжение говорят постоянно мне этот я далек от этого не совсем мое я не термист совсем отверстие под шарик замка плавничок плавник вот так вот сделан неудобно одной рукой закрывать я вам покажу потом когда соберу в принципе довольно оригинально сделан механизм клинка не такие не встречались шарик у нас с этой стороны ходит то есть отверстие сквозное и вот тут вот еще вместе соприкосновения с замком сделана про . сделано специально сто процентов для какой цели не очень понятно смазки минимум итак нож собран видите в мятинке на силу вот тут вот это сделала монетка 5 рублевой все-таки неудобно 2 рублевой лучше немножечко шлифанул даже блестеть начали чуть-чуть клиночек чуть-чуть почти по центру слегка вправо но добиться этого удалось с трудом если затягиваешь винт чуть сильнее клиночек встает ровно по центру но перестает фиксироваться замком то есть просто замок на пятку клинка не попадает сейчас вот он на самом-самом краешки как бы фиксируется для резачка которому не будет применяться большая нагрузка этого достаточно ну блин чуть-чуть подлипает слышите посмотрим что будет дальше удалось подогнуть клипсу теперь она прилегает почти нормально пойдет заточкой заниматься не буду следующий раз сделал как бы вот такую вот серийку нам подогнала компания саров один момент заточку еще надо проверить я им еще ничего не резал ни разу для заводской заточки пойдет так не режет она пойдет как затупится заточу но в общем вот ребята делайте выводы и жду обратной связи от компании саров что они мне на это скажут кому ролик понравился ставьте палец вверх кому не понравился вниз оставляйте свои комментарии подписывайтесь на канал и до новых встреч всем пока и